Добрый день. Мы продолжаем говорить о христианской Испании в период с 8 по 13 века и сейчас переходим к разговору про королевство Кастилии и Леона в следующий период, то есть правление Альфонса VII и его преемников. Прошу внимания на слайд с генеалогией. Дело в том, что, как я уже говорил, начиная с Альфонса VI в Кастилии и Леоне утверждается Бургундская династия. Бургундскую династию выводят из одного из двух истоков. Либо от брака Альфонса VI с Констанцией Бургундской, я напомню, что дочь от этого брака Донья Уррака, либо от брака Донья Урраки с Раймундом Бургундским, от которого рождается сын как раз Альфонсо VII. Второй вариант, то есть выведение Бургундского дома от брака Урраки и Раймунда, позволяет говорить об утверждении Бургундской династии не только в Кастилии и Леоне, но и в Португалии, как вы видите сейчас из левой части генеалогической схемы, от сожительства с Доньей Хименой Муньос, у Альфонса VI рождается дочь Тереса, на самом деле еще дочь Эльвира, но она нас не очень интересует в рамках данного рассуждения, которую он выдает замуж за Энрике Бургундского, и у них рождается сын мальчик, которого они называют Альфонсо. Но поскольку Энрике Бургундский получил от Альфонса VI графство Португалии и, соответственно, стал Энрике графом португальским, его жена Тереса тоже называется графиня португальская, то и их сын Альфонсо Энрикиш. Энрикиш поначалу еще растет именно там, в Португалии, и затем он станет, затем он станет, собственно говоря, первым независимым королем Португалии, Афонсо I по прозвищу Основатель. Ну, у него будет много прозвищ, на самом деле, Основатель, Завоеватель, Победитель, Великий, там, как его только не. Нам в данном случае интересно, что Афонсо Энрикиш связывает себя браком, как вы видите, со своим родственником Фернандо II, сыном Альфонсо VII, выдавая за него свою дочь Урраку. В свою очередь, от брака Урраки и Фернандо II рождается Альфонсо IX, король Леона, а он, в свою очередь, берет в жены, обратите, пожалуйста, внимание, он берет в жены Беренгелу, то есть свою племянницу, дочь своего двоюродного брата Альфонсо VIII Костильского. От этого брака Альфонсо IX и Беренгелы рождается сын Фернандо, мы о нем еще будем говорить довольно много, потому что он будет известен в истории как Фернандо III святой. В данном случае я показываю все эти связи с двойной целью. Ну, помимо сугубо информативной, я показываю, чтобы вы видели, что с каждым поколением плотность близкородственных связей в среде высшей знати Пиренейского полуострова будет возрастать. Достаточно долго в стороне от этого удастся держаться графам Барселоны, но и им тоже не бесконечно. Плотность близкородственных связей и близкородственных браков кровосмесительных будет возрастать, что приведет, в общем, к нарастающим проблемам со здоровьем у более поздних поколений, ну, у того же Альфонса X, например, и у его детей. Идем дальше. И прежде чем начать, собственно, говорить про Альфонса VII, буквально несколько слов про правление его матери, королевы Урраке. Я напомню, когда в 1109 году умирает Альфонсо VI, королевство оказывается без наследника. Королю, вслед за королем, кто остается после него, да? Остается его дочь, у которой есть маленький сын, ребенок совсем еще. И, собственно, все. Вопрос, как бы сказать, вариант короновать женщину, короновать Урраку, на тот момент не стоял короновать ее самостоятельно. То есть, такого варианта даже не рассматривали. Характерно, что Урака сама понимает это и не рассматривает этот вариант, но связывает себя браком с королем Арагуна Альфонса I воителем. Этот брак продержится примерно три года. Альфонсо I не будет проявлять никакого интереса к жене, детей у них не будет. Ссориться супруги будут постоянно. В итоге это приведет к разводу в 1112 году и к началу, фактически, к началу войны. Можно было бы сказать войны между Кастилией и Арагоном, но де-факто к началу гражданской войны, потому что Альфонсо I на правах мужа будет требовать свою долю королевства при разводе. Таким образом, в ходе этой войны сложится несколько таких ключевых центров силы королевства, центров притяжения. Во-первых, собственно, сама королева Урака, которая будет отказываться от дальнейших бракосочетаний и настаивать на своем праве править самостоятельно. Ее сестра Тереса Португальская, у которой тоже подрастает маленький сын, тоже Альфонсо, но это будущий король Португалии. Альфонсо Арагунский, претендующий на свою долю королевства, которого поддерживает часть Кастильской знати, что вполне понятно. И, наконец, малолетний инфант Альфонсо, будущий Альфонсо VII, который был укрыт в Галисии и на стороне которого консолидируется галисийская знать, возглавляемая знаменитым Диего Хельмиресом, архиепископом Сантьяго. Собственно говоря, война будет раздевать королевство несколько лет, пока в 1116 году Урака не предложат подписать перемирие галисийцам. Те пойдут на это перемирие, в 1117 году оно будет продлено еще на 6 лет, тем самым королевство удастся хоть немножечко замирить. В 1126 году умрет Урака. Тереса португальская немедленно объявит об отделении и от имени своего сына объявит его королем Португалии. Соответственно, Альфонсо VII будет коронован королем Кастилии Илеона, но 9 лет спустя он повторит коронацию на этот раз с императорским титулом. Его будут называть Альфонсо VII император. Я говорил, что речь идет не об империи, священной Римской империи, а об империи, как бы сказать, Пиренейского полуострова, о владычестве над всеми христианскими государями Испании. Все это, то есть коронация Альфонсо VII императорским титулом и наконец-то установление стабильности в королевстве станет возможно только после смерти его отчима Альфонсо I Арагонского. Эта смерть последует в 1134 году. Про его смерть, про смерть Альфонсо I воителя мы поговорим отдельно в эпизоде, посвященном истории короны Арагона, и сейчас я отвлекаться на это, наверное, не буду. Первые годы своего правления Альфонсо VII пытаются с одной стороны ликвидировать остатки арагонских претензий, он схватывается с наследовавшим Альфонсо воителем его братом Рамира вторым монахом, но тот будет править недолго с 1134 до 1137, поэтому здесь вопрос будет решен достаточно быстро, а, соответственно, с другой стороны Альфонсо VII будет воевать с наваргским королем Гарси Рамира сам четвертым, наконец, с третьей постоянным источником головной боли примерно до 1140-41 годов будет для него его двоюродный брат, собственно, король Португалии Афонсо I, который сначала, соответственно, от его имени будет провозглашать независимость его мать Тереза Португальская, в 1140-м Афонсо Энрихиш провозгласит себя королем Португалии самостоятельно, последует первая, первая война будет раньше, последует вторая война с Португалией, как и первая, она окончится для Кастильского монарха неудачей, ему не удастся вернуть Португалию в состав Кастильской короны, и, наконец, в 1141-м году, откровенно, устав бороться с Португалией, Альфонсо VII признает ее независимость от Кастильи, так на карте полуострова появится еще одно христианское королевство. Разобравшись с внутренними проблемами, собственно, замерившись с Наваррой, получив вассальную присягу графа Барселоны Рамона Берингера IV, а здесь надо пояснить на полях, что в 1137-м году Рамира II, монах, король Арагона, отрекается от власти, передав ее своей годовалой дочери по имени Петра Нилла и обручив ее с графом Барселоны Рамоном Берингером IV, который становится таким образом королем-консортом Арагонской короны до взросления своей нареченной. И он как раз от своего имени и от имени королевства Арагона присягнет в верности Альфонсо VII. Тем самым на этом участке международных отношений, по крайней мере, на время будет достигнута желанная стабильность. Когда Альфонсо VII сумеет разобраться с своей многочисленной родней и с соседями, он обратит внимание на мусульман. Ему будет способствовать удача, тем более, что в этот период Альмаравиды уже покинут полуостров, и это вторая эпоха Таиф. Альфонсо VII берет корию, затем колотраву, устанавливает протекторат фактически над Кордовой, то есть владитель Кордовой приносит вассальную присягу королю Кастилии, берет Альмирию, берет на западе Лиссабон, помогая Афонсо I, берет Тартосу и на Востоке в этот момент Рамон Беренгер IV берет Тартосу и Лериду, но в этот период на полуострове уже появляются отряды альмахадов, и в 1150 году альмахады отбирают у христиан обратно Альмирию. Это не меняет намерений Альфонса VII, как я уже говорил, все христианские кироли от Фернандо I, как минимум, мы дальше были полностью убеждены, что присутствие арабов дело временное, надо заранее поделить их территории между собой, потому что дальше мы их будем отвоевывать. такой вот договор был заключен с Рамоном Бейенгером IV в Тудельгене, где были зафиксированы планы раздела Аль-Андалуса и заодно союз против Наварры. А в 1157 году Альфонсо VII умирает в результате неудачного похода на Альмирию, он умрет от истощения, незадолго до смерти он еще раз разделит свое королевство, последний раздел собственно Кастилии и Леона, он разделит свое королевство между своими сыновьями старшим Санчо III по прозвищу Желанный и младшим Фернандо, который станет королем Леона Фернандо II. Дальше мы рассмотрим историю королевств Леона и Кастилии после смерти Альфонса VII и начнем мы с королевства Леона, с младшего из двух королевств. Фернандо II придя к власти свяжет себя брачным союзом с дочерью Афонсу I я об этом уже говорил тем самым закрепив но претендуя на закрепление своих западных границ. Это не помешает ему конфликтовать с тестем по поводу тех или иных городов на границе конфликты будут длиться до 1173 года но они никогда не будут развиваться в полномасштабную стратегическую войну это скорее тактические стычки. Основные интересы Фернандо будут все-таки направлены на юг на борьбу с маврами и здесь мы видим серьезнейшие симптом серьезных перемен обратите пожалуйста внимание что в 1170 году в Лионе создается орден Сантьяго который пятью годами позже будет утвержден папой Александром Третьим а в 1171 году будет создан орден Сан-Хулиан де Перейру который более известен под своим более поздним названием с 1213 года он называется орденом Алькантера по имени Цитадели переданный им в 1213 году на что указывает появление этих орденов во-первых конечно на проникновение в Кастилью Илеон крестоносных традиций остальной Европы создание возникновения крестоносных орденов в Святой Земле не могло остаться незамеченным и в Пиренейских королевствах уже активно на тот момент действуют ордена храма тамплиеры святого Иоанна или орден госпиталя госпитальеры или Иоанниты вот Сепульклиеры рицари гроба господни в Иерусалиме а также еще ряд других рыцарских орденов но одно дело действуют франкские ордена французские другое дело создаются свои на что это указывает кроме вот этих вот влияний с севера это безусловно указывает на изменение характера противостояния с маврами не то что даже нарастает угроза со стороны мавров она становится качественно другой заканчивается период противостояния такого как бы сказать безрелигиозного фанатизма противостояния мотивированного прежде всего тем что мусульмане отняли у нас законные готские владения и нам надо их восстановить отвоевать обратно постепенно начинается причем все быстрее раскручивается период священной войны против мусульман период крестового похода и собственно возникновение рыцарско-монашеских орденов причем повторюсь внутренних у тамплиеров есть интересы в святой земле у госпитальеров большая часть интересов в святой земле Испания им нужна постойку поскольку что у Сан-Хулиан-де-Пераиру что у Сантьяго что у ордена Калатравы Кастильского происхождения у них у всех сфера интересов прежде всего война с мусульманами здесь на полуострове а повторюсь возникновение рыцарско-монашеских орденов совершенно точно указывает на изменение вектора этого противостояния оно становится религиозно ориентированным в 1184 году мы с вами обсуждали эту дату в прошлой лекции Фернандо Второй приходит на помощь своему тестю который совершенно случайно по глупому оказывается пойманным халифом в маленьком городке Сан-Тарем причем Афонсу падает с коня ломает ногу и не может толком сражаться вот будучи на коне и Фернандо приходит на помощь своему тестю но осталось сказать что у халифа не было каких-то далеко идущих планов на Сан-Тарем это не такой большой и крупный город чтобы это была какая-то стратегическая кампания это было скорее начало похода просто повезло так что они застигли там Афонсу Энрикиша и поэтому тем более неожиданным становится появление короля Леона с довольно большим войском халиф терпит поражение войско халифа не разгромлено но довольно сильно потрепано а сам халиф при снятии осады Сан-Тарема был смертельно ранен и аль-Махады отошли обратно да наступила небольшая пауза лет на 10 пока аль-Махады не особенно тревожили земли Кастильи и Леона годом позже умирает Афонсу I португальский тремя годами позже умирает его зять Фернандо II в 1188 году передавая власть своему сыну Альфонсу принимающему тронное имя Альфонсо IX Почему IX потому что в Кастильи уже 30 лет правит его двоюродный брат Альфонсо VIII Кастильский о котором чуть позже поговорим Итак Альфонсо IX Когда Альфонсо IX приходит к власти ситуация оказывается ситуация взаимоотношений между Кастильи и Леоном оказывается во многом зеркальной той которая была 30 лет назад Дело в том что когда внезапно скончается Санчо III желанный оставив на троне годовалого ребенка регенство над Альфонсо VIII Кастильским возьмет как раз Фернандо II и не то чтобы дядя плавал какой-то яркой любовью к своему племяннику Он будет преследовать интерес своего королевства притеснять молодого короля Кастилии Он будет потворствовать войне развязанной в Кастилии двумя родами высшей знати королевства Кастро и Лара и собственно ничего хорошего в этом не будет и Альфонсо VIII когда подрастет и войдет в возраст он не будет питать по отношению к своему дяде никаких близких родственных чувств странно было бы ожидать чтобы он питал какие-то близкие родственные чувства к его сыну Альфонсо IX наоборот едва дождавшись смерти своего дяди Альфонсо VIII на тот момент 30-летний в разгаре сил и славы король он немедленно влезает во внутренние дела королевства Леона в 1188 году он совершает очень ловкий ход в рамках феодальной эпохи очень ловкий ход на самом деле он посвящает Альфонсо IX в Рицаве на специально собранной ради такого случая курии в городе Кавион посвятив того в Рицаве он ставит Альфонсо IX в вассальную зависимость от себя поскольку Рицарь всегда должен быть верен тому кто сделал его Рицарем Альфонсо IX пытаясь выйти из-под этой неожиданно обрушившейся родственной любви и защиты собирает он адресуется за помощью к знати своего королевства впервые в 1188 году в Леоне собрано созвано собрание высшей светской и церковной знати королевства первые еще пока двухпалатные кортесы собираются в Леоне первый европейский парламент вскоре к ним добавится третья палата то есть представители концехов как раз городских общин представители городов так что первый европейский парламент возникает на Пиренейском полуострове а если быть более точным в королевстве Леон в 1188 году я напомню что английский парламент первый будет созван почти через 100 лет в 1265 году однопалатный в 1295 двухпалатный парламент затем собственно Альфонсо Восьмой не перестанет как бы сказать опекать Альфонсо Девятого и Альфонсо Девятый большую часть своего правления ну первую часть своего правления на самом деле может быть не большую первые 30 лет он будет посвящать постоянному соперничеству с Кастильей и попыткам как правило безуспешным превзойти в чем-то Кастильского кироля или по крайней мере выйти из-под вот этой вот гнетущей его зависимости ну к слову о попытках превзойти или посоперничать да после того как Альфонсо Восьмой открывает университет в Поленсии в 1208 десятом годах Альфонсо Девятый начинает готовиться и в 1218 открывается университет в Саламанке это как раз то место где ему удается превзойти своего соседа родственника и недруга поскольку университет в Поленсии прожил недолго и почил в Бозе а университет в Саламанке по праву считается первым испанским университетом до сих пор но повторюсь ему далеко не всегда что-то удается в 1297 году ему навязывают брак с дочерью Альфонса Восьмого принцессы инфантой Доньей Берингелой папа разводит этот брак как близкородственный папа Иннокентий Третий но на тот момент собственно главное уже происходит от этого брака рождается сын Фернандо чуть-чуть забегая вперед всю весь остаток своей жизни Альфонсо Девятый будет пытаться родить наследника ему этого не удастся у него будут две дочери но сыновей больше не будет он будет пытаться передать престол своим дочерям он будет пытаться передать престол ну хоть кому-нибудь только бы не отдавать престол своему сыну от этой проклятой Кастильской инфанты от своей понимаете племянницы но это ему сделать не удастся вот поскольку в 1214 году умрет Альфонсо Восьмой да в 1217 умрет наследовавший ему Энрике Первый трон перейдет к Беренгеле она немедленно отречется от трона в пользу своего сына Фернанда Третьего и останется рядом с сыном как королева советница да и она бдительно проследит чтобы ее бывший муж не сумел увернуться от этого отцовского долга да от того чтобы передать корону своему сыну так что в 1230 году короны Кастилья и Леона будут снова объединены и более никогда уже ну до сегодняшнего дня по крайней мере разделяться не будут соответственно в сфере войны с маврами с мусульманами да Альфонсо 9 сделает два важных присоединения он займет даже три Касарес Бадахас и Мериду да расширяя свое королевство довольно серьезно на юг полуострова юго-запад обратите пожалуйста внимание на еще одну дату точнее на ее отсутствие здесь отсутствует 1212 год на этом слайде запомните это мы к этому сейчас придем Кастилья во второй половине 12 первой треть 13 века за этот период там где в Леоне меняется всего два короля это Фернандо второй и Альфонсо девятый в Кастильи успевает смениться четыре как вы видите не считая сюда Донью Берингелло Санчо Третий Желанно Альфонсо Восьмой Энерике Первый Фернандо Третий Святой собственно дело в том что Санчо Третий старший и очень долгожданный сын Альфонсо Восьмого Альфонсо Седьмого извините заговорился приходит к власти в 1157 году в Кастильи за год он успевает сделать очень много провести успешную войну с своим братом Фернандо Вторым провести войну с королем Наварре Санчо Шестым Мудром и получить от него вассальную присягу заключить союз с Рамоном Берингером Четвертым и подтвердить его вассальные обязательства по отношению к Кастильской Короне У него будут богатые планы и замыслы но он скоропостижно скончается в августе 1158 года оставив повторюсь на троне малолетнего Альфонсо Восьмого Первые годы жизни Альфонсо Восьмого пройдут в обстановке регенства Фернандо Второго и постоянных усобиц в королевстве войны повторюсь родов Кастро и Лара В 1170 году 13-летний Альфонсо Восьмой объявит себя совершеннолетним при посредничестве короля Англии ему это удастся сделать Генриха Второго Плантагенета Он сочетается браком с дочерью Генриха Второго Алеонора и Плантагенет и собственно с этого момента начинается самостоятельное правление Альфонсо Восьмого которое продлится до 1214 года то есть еще раз официальные даты правления 1158 и 1214 самостоятельное правление 1170 и 1214 1214 От Алеоноры Плантагенет у короля будет несколько дочерей и один сын собственно два сына будет сын Энрике и будет еще один который погибнет в 1195 году наследный инфант как раз в 1170 1777 году Альфонсо Восьмой возьмет Куэнку это событие памятно прежде всего историкам права и значимо прежде всего для историков права поскольку именно Куэнке будет даровано первое пространное фуэро я напомню пространное фуэро это свод объемом до тысячи статей регулирующих практически все стороны правовой жизни этого города фуэро Куэнке окажется очень удачной моделью и будет затем раздаваться целому ряду городов как в короне Кастильи так и в короне Арагона сложится знаменитое семейство фуэро Куэнке Куэнка будет взята при сотрудничестве с Арагонским королем и в 1179 с ним же Альфонсо Восьмым будет подписан знаменитый договор в Касорле это второй из трех договоров Тудильен Касорла Альмисра 1151 1179 1244 годы договор в Касорле подтверждает дружбу Кастильской и Арагонской короны выделяет их взаимные претензии к королевству Наварры и разумеется фиксирует планы обоих королей по дальнейшему разделу Аль-Андалуса в договоре в Касорле впервые фиксируется что претензии Арагона должны быть ограничены королевством Валенсии и Дении тогда как значительная часть полуострова весь юг полуострова объявляется сферой интересов королевства Кастильи В 1195 году вернувшиеся Аль-Махады наносят Кастильскому королю страшное поражение в битве при Аларкесе там гибнет наследник трона сам Альфонсо едва успеет спасти свою жизнь однако Аль-Махады будут отвлечены своими проблемами в Магрибе в Северной Африке и не будут развивать своего успеха здесь в Кастильи после гибели наследника престола Альфонсо Восьмой и задумает вот эту вот элегантную операцию с женитьбой Беренгелы с замужеством Беренгелы Альфонсо Девятого когда от этого брака родится сын Фернандо судьба Леонской короны будет предрешена параллельно Альфонсо Восьмой связывает свое королевство нитями союза с вы видите да с Францией выдавая Бланку Кастильскую за Людовика будущего Людовика Восьмого сына Филиппа Второго Августа и с Португалией выдавая Раку за Афонсо Второго В 1208 будет открыт университет Поленции но он повторюсь просуществует очень недолго На следующий год в 1209 году произойдет событие которое на первый взгляд останется незамеченным и значимость его станет понятна только потом В 1209 году вакантный престол архиепископства Толецкого займет епископ Осмы Родриго Хименес де Рада он пробудет архиепископом Толедо очень долго до 1247 года и первое что сделает этот прилад политик историк богослов человек развитый всесторонний почти невероятно практически первое что он сделает он начнет добиваться от папы Иннокентия Третьего объявить крестовый поход в Испании против альмахадов папское разрешение будет ему дано и в 1211 году Родриго Хименес вернется в Испанию привезя папскую буллу об объявлении крестового похода под знамена крестоносного воинства возглавленного разумеется Альфонсо Восьмым встанет мощная коалиция состоящая из войска королевства Арагона под командованием Педро Второго католика Наварры Санчо Седьмой сильный франкских рицарей которых приведет епископ Нарбонны и как вы видите здесь не будет хватать лишь одного важного элемента пиренейской мозаики здесь не будет хватать войска короля Леона Альфонсо Девятый откажется участвовать в этом крестовом походе он старательно будет делать вид что к нему это не относится в итоге объединенное войско в котором не будет леонских отрядов выступят против халифа и 16 июля 1212 года близ местечка Лас-Навас-де-Талоса в провинции Хаен халифу аль-Махадов будет нанесено серьезнейшее поражение аль-Насир бежит отступит до войска аль-Махадов отступит аль-Насир переправится в Марокко в свои основные владения как оно сложилось бы дальше можно только гадать но в тысячи поскольку аль-Насир был еще совсем не стар и полон сил и резервы аль-Махадов были но в 1213 году аль-Насир аль-Насир совершенно неожиданно умрет вот и империя аль-Махадов войдет в затяжной политический кризис закончившийся ее крушением о чем мы собственно говорили в своем месте в прошлой лекции а двумя годом позже в 1214 году умрет инициатор этой победы главный идеолог победы при Лас-Навас-де-Толоса Альфонсо VIII я только скажу чтобы было понятно Лас-Навас-де-Толоса это битва которая считается в испанской истории ключевой одной из самых значимых примерный ее аналог хотя конечно очень примерный это Куликовская битва в русской истории престол за Альфонсо VIII наследует его сын Энрике I который умрет в очень молодом возрасте в 17-м году не оставив потомства ему будет наследовать в свою очередь его старшая сестра королева Донья Берингева которая не дав знать и время поспорить за кого выдать ее замуж немедленно отречется от престола в пользу своего сына Фернандо который станет королем Кастилии Фернандо III в 1217 году а в 1230 году добавит к своему титулу еще и король Леона таким образом в 1230 году королевство Кастилии и Леона вновь объединятся чтобы уже не разлучаться ну как минимум до 21 века в следующей части лекции мы поговорим как раз про правление Фернандо III и его сына Альфонсо X Мудрого спасибо спасибо